МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Халатность римненских медиков. Кто ответит за смерть от бешенства? Фото великолепной пятерки. Одесситка родила троих мальчиков и двух девочек. Великобритания приходит в себя после исторического референдума. В стране нет даже намека на ликование и празднование. Светлана Чернецкая о настроениях британцев. День спустя страна все еще пытается осмыслить результаты референдума. Но времени, чтобы прийти в себя, практически нет. Жестокая реальность уже на пороге. Агентство Мудис понизило прогноз по кредитному рейтингу Британии со стабильного до негативного. И предупреждает о повышенной неопределенности на рынках и снижении уровня инвестиций на протяжении нескольких лет. И всего лишь 24 часа спустя после оглашения роковых результатов люди уже сожалеют о сделанном выборе. В соцсетях сотни таких сообщений. Например, пользовательница твиттера пишет, лично я голосовала за выход, поверив во все это вранье. И сейчас сожалею об этом больше всего на свете. Ощущение, будто у меня украли голос. Многие говорят, что голосовали, не веря в победу Брекзита. И не хотят разрыва с Европой. Если бы я могла вернуть время вспять, то пошла бы на участок и проголосовала за то, чтобы остаться. Я очень разочарована, что мы должны уйти из Евросоюза. Люди требуют повторного референдума. За день онлайн-петиция о проведении второго голосования набрала миллион голосов при необходимых 100 тысячах. Ее авторы предлагают изменить правила проведения воли изъявлений. Повторный референдум они предлагают в случаях, если явка составляет меньше 75%, а решение набирает меньше 60%. Теперь петицию обязаны рассмотреть в правительстве и парламенте. Но вряд ли власти серьезно отнесутся к этому предложению. Народ сказал свое слово и миллионы интернет-пользователей, причем не обязательно британцев, едва ли его изменят. Тем более, что в референдуме приняли участие 33,5 миллионов граждан. Еще одна интересная онлайн-петиция касается Лондона. Мэра столицы призывает объявить город независимым и вернуться в Евросоюз. Петиция уже набрала необходимые 150 тысяч голосов и ее вскоре отправят на рассмотрение новому мэру. Скорее всего, Садик Хан посмеется над остроумным автором, который предлагает ему стать президентом. Но действительно, Лондон проголосовал за то, чтобы остаться в Европе. Это финансовая столица ЕС, и разрыв с Евросемьей может очень больно по ней ударить. Лондону нужен доступ к полумиллиардному рынку европейских потребителей. И когда придет время правительству договариваться с ЕС, придется прислушиваться не только к Северной Ирландии и Шотландии, которые тоже проголосовали, чтобы остаться в Евросоюзе, но и к Лондону. Лондон, Северная Ирландия и Шотландия оказались в меньшинстве. И теперь собираются отстаивать свое право на нормальные отношения с Евросоюзом. В Шотландии сегодня срочно заседало правительство. Там решили добиваться немедленных переговоров с Брюсселем, чтобы защитить право региона остаться в ЕС, даже если придется выйти из состава Британии. А в Северной Ирландии люди пошли другим путем. Опять стать европейцами многие собираются благодаря паспорту ближайшего соседа и члена Евросоюза Ирландии. Там сейчас массово подают заявки на ирландские документы. Ну и историческое решение британцев активизировало творческие идеи по всему миру. Особенно разгулялись карикатуристы. Вот только несколько рисунков. Мужчине предлагают парашют перед прыжком, но тот говорит, что ему достаточно флага. Или одинокий остров в океане под лозунгом «наконец свободны». И вопрос, а кого же теперь мы будем винить в своих проблемах. Светлана Чернецкая и Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала «Интер». 400 богатейших людей мира стали беднее после Брексита, сообщает издание Bloomberg. Из-за колебаний на рынках акций богачи за сутки лишились более 127 миллиардов долларов. Больше всего, около 6 миллиардов, потерял владелец 5000 магазинов брендовой одежды, испанец Амансио Артега. Более чем миллиарда каждый лишились основатель Microsoft Билл Гейтс и основатель компании интернет-торговли, американец Джефф Безос. Сколько же, столько же потерял и самый богатый человек Великобритании, владелец земли и поместья Джеральд Кавендиш-Гросвеннер. Экстренная встреча в Берлине министров иностранных дел стран-основателей Евросоюза. Итогом встречи стало жесткое заявление. Дипломаты призвали Лондон как можно скорее начать процесс выхода из Евросоюза. К чему такая спешка? Подробнее Татьяна Лагунова. Вчера стало понятно, что Британия хочет выйти из Евросоюза. Уже сегодня утром в Берлине состоялся кризисный мини-саммит. Главный дипломат Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не стал ждать начала новой рабочей недели, а организовал в Берлине встречу министров иностранных дел стран-основателей ЕС, чтобы за континентальным завтраком обсудить, что делать дальше. Главные дипломаты Германии, Франции, Бельгии, Италии, Люксембурга и Нидерландов заседали на Вилле Борзик. Это загородная резиденция немецкого МИДа. Говорили несколько часов о том, как не допустить дальнейшего развала ЕС, а наоборот, еще больше сплотиться после исторического решения британцев. Итоги встречи подвел ее хозяин Штайнмайер. Фактически это был посыл Лондону. Разрешили, то уходите немедля. После решения, которое приняла Великобритания, должен начаться процесс переговоров о выходе из Евросоюза. Поэтому мы все сейчас здесь говорим, этот процесс должен стартовать как можно скорее, чтобы мы не застряли в тупике и могли сконцентрироваться на будущем Европы и работать над этим. Немного смягчить жесткое заявление своего министра попыталась канцлера Ангела Меркель. Сегодня в Потсдаме она встречалась с партнерами по блоку, представителями ХСС. Но на пресс-конференции говорила вовсе не о партийных делах, а о проблемах международных. Честно говоря, процесс имплементации решения не может продолжаться веками. Но я не буду бороться за то, чтобы это произошло в короткий период времени. Уже скоро у канцлера будет возможность убедить в этом коллег. В понедельник в Берлине еще один экстренный саммит на высшем уровне. Выход Британии из Евросоюза Меркель будет обсуждать с президентом Франции Оландом, итальянским премьером Ренцией, главой Европейского совета Туском. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Британский политик и еврокомиссар по финансовым рынкам Джонатан Хилл подал в отставку после Брексита. Хилл, член консервативной партии, призывал британцев голосовать против выхода из ЕС. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уже одобрил отставку. Должность еврокомиссара Хилл занималась в ноябре 2014 года. Ухожу с твердой уверенностью, что несмотря на недостатки, членство в ЕС имело положительное значение для нашей позиции в мире и для нашей экономики. Однако, что сделано, то сделано. И теперь нам надо работать над формированием новых отношений с Европой. Столичный Соломенский суд избрал новую меру пресечения одному из подозреваемых по скандальному газовому делу. Прямо из зала заседания Олег Рябошапка отправился в СИЗО на два месяца, но с возможностью выйти под залог в 100 миллионов гривен. Его адвокаты собираются подавать апелляцию. В эти минуты суд продолжает рассматривать дело Валерия Постнова. Защитники просили перенести заседание из-за его плохого самочувствия. Недавно Постнова прооперировали, но суд решил провести заседание по видеосвязи из больничной палаты. Я напомню, Постному и Рябошапке избирается мера пресечения по другому эпизоду скандального газового дела. На днях их выпустили из Лукьяновского СИЗО под общий залог 2,5 миллиона гривен. Но их тут же задержали сотрудники НАБУ и выдвинули новое подозрение. Сегодняшнее судебное заседание именно по новым эпизодам. Легализация доходов, полученных незаконным путем. В общем, по газовому делу задержаны 10 человек. Они подозреваются в причастности к коррупционной схеме хищения и продажи газа предприятия «Укргаздобыча» по заниженной стоимости. По данным следователей, деятельность преступной группировки нанесла государству 3 миллиарда гривен убытков. 180 вагонов с лесом, которые направлялись на экспорт, прочно застряли на Закарпатье. Во время проверки комиссия выявила массу нарушений и нашла подтверждение тому, что под видом дров за рубеж вывозят древесину высокого качества. Подробнее в сюжете Марины Коваль. Вагоны с лесом, которые стоят на железных путях в Закарпатской области, направлялись в страны Евросоюза. В Венгрию, Австрию, Словакию, Чехию. По документам за границу везут дрова. Но при более тщательной проверке специалисты находят массу несоответствий. После скандала в апреле, когда в ЧОПе активисты остановили вагоны с лесом, была создана специальная комиссия. В нее входят таможенники, лесники и сотрудники торгово-промышленной палаты. Они проверяют каждый вагон. И вот первые результаты. Есть не соответствующие вагоны, есть не соответствующие сортов, есть не соответствующие заявленным обсягам деревни. Пока что из проверенных на сегодняшний день, ни из подданных по погибному догляду вагоню не соответствует заявленному митной декларации. У многих случаев под названием «паливная дрова», причем у хвойной, есть абсолютно другая, есть дух, есть граб, посыка. Кроме того, предприниматели подозревают в финансовых махинациях. При взвешивании вагона выявили недовес в более чем тысячу тонн. Если бы поезд выехал за границу, предприниматели могли бы требовать возвращения НДС за несуществующий лес в размере более миллиона гривен. Об этом сообщил губернатор Геннадий Москаль. Это афера загальноукраинского масштаба. Никто не хочет это признать на киевском уровне. Я уже сегодня дав третью телеграму. Мы связалися с этими фабриками. Вот они нам готовят. Они все приготовляют разные конструкции для ведущих мебельных фабрик Европы. То это не палево, это деловая деревня. Геннадий Москаль говорит, продают древесину за границу в государственные лесхозы Украины. Закарпатским он лично запретил экспорт леса. Работу других лесхозов должны контролировать в Киеве. Что же касается выявленных нарушений, то юристы будут обращаться в суд, чтобы вагоны с качественной древесиной не выпускать из Украины и конфисковать товар в пользу государства. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область. Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении четырех бойцов добровольческого корпуса правого сектора, подозреваемых в организации террористического акта в Мукачеве. Я напомню, 11 июля прошлого года вооруженные люди устроили в городе перестрелку, в результате которой пострадали 14 человек, в том числе шестеро милиционеров. Один человек погиб. Прокуратура квалифицировала инцидент как теракт. Обвиняемым грозит максимальная мера наказания, это пожизненное заключение или лишение свободы на срок 15 лет и с конфискацией имущества. В отношении еще пяти членов правого сектора, которые находятся в розыске, следствие продолжается. В ГПУ сообщили, что до событий в Мукачеве обвиняемые в составе бандитской группировки совершили еще ряд тяжких преступлений. Убытки бизнеса за первый квартал этого года составили 1 триллион гривен. Об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина. По ее словам, проблема в нынешней системе налогообложения. По указу президента, сейчас чиновники разрабатывают ряд новых налоговых законопроектов. В частности, речь идет о новой модели налога на прибыль и введении налога на выведенный капитал. Нина Южанина не исключает, что депутаты могут проголосовать за изменения еще до парламентских каникул. Это задача, с которым мы должны в этом году справиться однозначно. Укрнафта осталась без газа. Государственная исполнительная служба решила не передавать компании 2 миллиарда кубов голубого топлива из хранилищ. Газ был добыт компанией еще в 2006 году. По закону Укрнафта, которую контролирует группа «Приват», должна была продать его населению. Менеджмент делать это отказался. Заявил, что цена слишком низкая. Однако решением нефтегаза голубое топливо все же было изъято. Теперь владельцы Укрнафты пытаются его вернуть назад. В городе Ривна женщина умерла от бешенства. Ее укусил кот. Животное погибло. А вируса бешенства ветеринара у него не обнаружили. А поскольку вакцины не было, пострадавшая осталась без прививки. Прививки после смерти больной встал новый вопрос. Как быть с теми, кто находился с ней в контакте, если вакцина, министерство здравоохранения обещает вот-вот, а сроки истекают. Отделение детоксикации Ривненской областной больницы. Уже 6 дней здесь не могут оправиться от пережитого на минувших выходных. Впервые здесь умер человек с признаками бешенства. 48-летняя Людмила мучилась двое суток. Плохо женщине стало спустя 8 месяцев после укуса кота. Она хотела привиться. На районные медики успокоили. В этом нет необходимости. Она пошла и говорят, что живи, не переживайте, у вас все нормально. Все хорошо. Потом высокая температура, скачки давления. Уже на следующий день все признаки незначимого заболевания. Бешенства. Подносим ту воду до нее, а ее просто на эту воду вывертали. Вот тут каждую жилку, каждое мясо на шее видно. Руки такого ставило на правец. И вот так, знаете, ноги все в разные стороны вывертало. Такий спазм. Родственники напуганы. Чиновники составляют список людей, контактировавших с женщиной. С большим трудом по всей области собирают вакцину для 10 родственников. Но в списке и медики. Только в отделении детоксикации таких 12 человек. Однако их и не думают вакцинировать. Проводят беседы. Начмент больницы говорит, персонал обеспечен средствами личной защиты на 100%. Но взять на себя ответственность, что вакцинация персонала не нужна, не хочет. Я не беру на себя одноосибно. Працюет комиссия, которая комиссия делает выставки по каждому индивидуально. Я на себя одноосибно не беру. Все люди оглянуты. И все были в рукавичках. Почему вакцинируют родственников и не вакцинируют персонал, становится понятно в управлении здравоохранения. Потому что вакцины нет. Нет ни где вакцины. Мы нашли вакцину для четырех контактных мест и для шести контактных гостей. Все. Вакцины нет. Помогите мне найти вакцину. У меня государственный бюджет должен обеспечить 100% вакцины. Министерство обещает, антирабическая вакцина в Украине появится уже на следующей неделе. Когда она попадет в регионы и не умрет ли еще кто-нибудь к тому времени. Вопрос открыт. Как и тот, кто ответит за отсутствие вакцины в регионах. И кто возьмет на себя ответственность за безопасность тех, кого, как и Людмилу Гаврилюк, решили не прививать. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Ривная. И как сообщили в пресс-службе нацполиции в Римненской области, в отношении медработников в райцентре ГОЩА, которые проводили обследование пострадавшей женщины, открыто уголовное производство по статье «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей». Максимальное наказание – это лишение свободы на срок до двух лет. В зоне АТО продолжает расти напряжение. Боевики применяют минометы и ствольную артиллерию запрещенного калибра. Этой ночью снова снаряды ложились в районе Авдеевки. Несколько десятков снарядов боевики выпустили по позициям военных в Авдеевской промзоне. Эта точка остается самой опасной на карте АТО. Какие бои каждую ночь выдерживают украинские десантники, видела Ирина Баглая. Снайпера. Их там тоже. Вот в этом здании не флаг? Да, хвастается там. Паранал насыпает, корректирует тоже в нашу сторону. Сейчас они все покрятались. Пока солнце не село, на промзоне тихо. Можно рассмотреть укрепление противника. Даже не верится, что за сутки до этого артиллерия боевиков буквально перепахала здесь асфальт. Пачка перемирия называется. Мы сели, что мы не стреляем, у ничего. Эти пули – сигнал. Боевики упорно пытаются обрушить опоры здания. Причем выжидают, когда под плитами будут люди. И вот тогда ударят из тяжелого вооружения. Поэтому здесь каждое передвижение военных, только если есть для этого реальная необходимость. Мы отрабатываем по них, они по нас. Иде нормальная работа войсковая. Боец с позывным инструктор и его АГС на позиции. Самое тяжелое из разрешенных минскими договоренностями орудий. Но в умелых и бережных руках десантника оно не уступает российским. Даже модернизированным гранатометам. У них иначе АГС. У них АГС-30, АГС-40. Преимущество того АГСа в чем? Скорострельность плюс легче. Он может вместе с БК сам АГС-ник засыпать его и убежать. Попадания учащаются. Боевики приближаются к нашим позициям. А где разрывы? Тихо. До нас куда-то. Все зашли. Еще пару штук мои опасались. Ну и может себя не взорвать. Ты считаешь? Перелет. 15 секунд. В кромешной тьме противник подходит с трех сторон. Из-за бетонной стены закидывает армейцев гранатами. В бой вступают пулеметы. Они прикрывают крайний рубеж армейцев. Подходим? Если бы она не подходит, она сидит на месте. В смысле? Атака отбита. Передышка. Но это лишь пауза, уверены наши бойцы. И действительно, тишину разрывают звуки крупной артиллерии. Таких команд за ночь минимум 10. А на рассвете уже привычный обход и новый урожай. Где воронка, а где еще с десяток неразорвавшихся доказательств обстрела. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Отменять санкции против России нельзя. Так, украинский министр иностранных дел Павел Климкин отреагировал в Фейсбуке на подписание бюро по сьей декларации об общих ценностях с Россией и постепенной отмене санкций для возобновления диалога. Глава МИД Украины подчеркнула, Россия не выполнила условия парламентской ассамблеи Европы. И, а значит, такое решение подрывает авторитет всей ассамблеи. Я напомню, Россия была лишена права голоса в пассе в апреле 2014 года. Двух мужчин, причастных к террористической организации ИГИЛ, задержали в Харьковском аэропорту. Молодые люди, родом из Таджикистана, намеревались улететь из Харькова в Стамбул. Во время проверки документов выяснилось, что они находятся в международном розыске. Ранее мужчины уже прошли военную подготовку и воевали в Сирии. Теперь улетели устраивать исламскую революцию в Таджикистане. В ходе ночных антитеррористических рейдов бельгийская полиция задержала двоих мужчин, сообщает Федеральная прокуратура страны. Один был задержан в городе Ворвье на востоке Бельгии, а другой в провинции Эноу, у границы с Францией. Задержанных допросят, но говорить о прямой причастности к подготовке терактов еще рано. Я напомню, антитеррористические рейды проходят по всей стране на фоне сообщения о запланированных атаках в фан-зонах Евро-2016. На всей территории Бельгии действует повышенный уровень террористической опасности. Удары стихии в американском штате Западная Вирджиния, сильнейшее наводнение, а на другом побережье, в Калифорнии, пожары. И с подробностями из США. Наш корреспондент Тихан Зятко. Наводнений такой силы в Западной Вирджинии не было около 100 лет. Фотографии и видео с места событий позволяют оценить масштаб стихии. В четверг только за день в штате выпала четверть годового объема осадков. Из-за этого из берегов вышли несколько рек. Уровень воды в реке Элк превысил 10 метров. Почти во всех округах Западной Вирджинии объявлено чрезвычайное положение. Жертвами уже стали 23 человека. И не исключено, что это число будет расти. Затоплены дома. Многим попросту негде ночевать. Некоторые люди прошлую ночь провели в своих машинах. Вместе с детьми и домашними животными они спали прямо в автомобиле. А некоторые даже не могут подобраться к своим домам, чтобы посмотреть, целы ли они. Если на Западную Вирджинию обрушилась вода, то в Калифорнии на Западном побережье бушует огонь. Жертвами пожаров стали уже 2 человека. Пламя уничтожило около 80 домов в популярной зоне отдыха Лейк Изабелла. Тысячи жителей штата покинули свои дома. Правда, сейчас пожарным частично удалось остановить распространение огня. Тихон Зитко, Сергей Еременко. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Одесситов и туристов просят не купаться на городских пляжах. Такая информация появилась на официальном сайте Горсовета. Эпидемиологи провели анализ проб морской воды и сочли, что она небезопасна по микробиологическим показателям. Под запретом купания на самых популярных шести пляжах города. Трада, Дельфина, Аркадия, Чайка, Курортный и Золотой берег. Тем не менее, как сообщил наш одесский корреспондент, люди пренебрегают этой рекомендацией. Между тем, на сегодняшнее утро количество заразившихся кишечной инфекцией в Измаиле возросло до 700 человек. Селфи студентов Индии обернулась страшнейшей трагедией. Семь человек утонули в реке Ганг, спасая друга, который упал в воду, пытаясь сфотографироваться у самого края плотины. Об этой истории и не только. Далее в нашем коротком обзоре. Узаконить однополые браки за победу на выборах. Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл пообещал организовать референдум о легализации ЛКБТ-Союза в случае, если его либеральная партия победит 2 июля. Представители нетрадиционной ориентации ликуют на улицах Мельбурна и, хотя откровенно за премьера не агитируют, все же призывают поддержать его идею. Большинство австралийцев, согласно опросам, не против. Лишь каждый пятый считает, что это аморально. А вот на Филиппинах легализацию однополых союзов не обещают, но к гей-параду отнеслись спокойно. Марш по центру Манилы прошел без эксцессов. Эффектное селфи обернулось трагедией в Индии. Семеро студентов погибли на реке Ганг в городе Капур, спасая друга, который выбрал неудачное место для фото. Он слишком близко приблизился к краю плотины, чтобы сделать селфи и упал в бурлящую реку. Остальные кинулись в воду на помощь другу. Из-за сильного течения удалось выбраться лишь одному парню. Он вызвал спасателей, но было поздно. Испачкали едой картину за 3 миллиона долларов. В австралийском Сидне, в художественной галерее Нового Южного Уэльса, заляпали полотно известного художника Джона Гловера. Это произошло во время подготовки фуршета по поводу открытия одной из выставок еще в 2014 году. Но признались в содеянном представители галереи только сейчас. При этом название картины не разглашается. Галерейщики заявили, полотно в полном порядке. Персонал отныне получил строгое распоряжение готовить исключительно на кухне. Самой сексуальной женщиной мира стала индийская актриса Приянка Чопра. На сей раз она удостоилась такого звания по версии журнала «Максим». Июльский номер выйдет с ее фотографией на обложке. Ранее красоту Чопры оценили на конкурсе «Мисс Мира». Главную корону Приянка завоевала еще в 2000 году. С тех пор ее карьера в шоу-бизнесе стремительно идет вверх. Чопра снимается в Голливуде, поет и занимается благотворительностью. Ее неоднократно рассматривали в качестве девушки Бонда. Но 33-летняя кинозвезда согласна только на главную роль в Бондиане. Белка-стоматолог вырывает молочный зуб девочки. Ролик под таким названием в интернете становится все более популярным. Видео поражает не столько смелостью ребенка, сколько хитростью ее папы. Он приманил белку ореховым печеньем, обвязанным нитью, которая с другого конца удерживала расшатанный молочный зуб. Зверек не смог удержаться от искушения. Белка резко схватила наживку и унесла с собой и молочный зуб. Появились первые фотографии пяти близнецов, родившихся вчера в Одессе. Трое мальчиков и две девочки появились на свет недоношенными на 30-й неделе беременности. Врачи говорят, дети в норме, получают всю необходимую медицинскую помощь, и угрозы для их жизни нет. Молодая мама тоже чувствует себя хорошо. В семье уже придумали имена новорожденным одесситам. Это Денис, Дарья, Владислава, Александра и Давид. Наш выпуск заканчивается, а вот в редакции подробностей недели в эти минуты готовят свою итоговую программу и уже готовы рассказать о ее главных темах. Подробности недели. Главные темы. Затягиваем пояса потуже. Через неделю снова дорожает коммуналка. Тарифные качели. Когда же они остановятся? В судах уже несколько исков. Получится ли отменить тарифы? Коллекторы в нетерпении. У вас долги по коммуналке. Тогда коллекторы идут к вам. Коммунальные долги могут отдать в частные руки. Сейчас за ЖКХ очень серьезно взялись. Чего нам бояться? Прокурор, отправившая за решетку Лазаренко. Марта Борщ. Теперь она учит украинских детективов. Эксклюзивное интервью. Полтора миллиона переселенцев. Полгода без денег. Все, что положено, ты просто не получишь. Хватит ли денег тем, кто сбежал с Донбасса? Главные темы в прямом эфире откровенно. Подробностях недели ровно в 8 вечера. В это воскресенье. На этом и поставим точку. Следите за новостями на нашем сайте. Подробности ЮЭЙ. Приятного и теплого вам вечера суббота. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok